МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это время новостей на МТВ, в студии Анна Рябова. И вначале коротко о событиях этой среды. Сегодня в Волгограде, как и по всей России, вспоминают участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Памятный митинг состоится у памятника, защитившим от атома. В новой школе-тысячнике на улице Кузнецкой приступили к отделке помещений и озеленению пришкольного участка. Новые деревья сегодня высаживают по всему городу. Наши корреспонденты расскажут и покажут, где станет зеленее. Об этом и многом другом расскажем в течение дня, а пока о главных событиях к этому часу. Глава Волгограда провел выездное совещание в Сурском сквере. Владимир Марченко вместе с представителями Центра ВИАС и исполнителем муниципального контракта обсудили следующие этапы, технические решения и качество материалов, которые используют при реконструкции сквера. Сейчас компания-исполнитель продолжает подготовку территории к мощению брусчатки. Уже уложено 100 квадратных метров геотекстильного полотна, который защитит будущий тротуар от образования просадок и трещин. В сквере обустроят фонтан с вечерней подсветкой и дополнительную игровую зону, а также скамейки и теневые навесы. В ближайшее время агрономы приступят к озеленению. Здесь высадят больше 300 разных пород, уход за которыми обеспечит новая система полива. Напомним, обновление пространства вдоль улицы Мира проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Еще в 2021 году в сквере заменили 300 метров тепловой сети по улице 10-й дивизии НКВД до Гдюца. В Волгограде состоялся международный семинар-совещание профсоюзных работников железнодорожных предприятий. В город Герой прибыли больше сотни участников со всей страны и стран ближнего зарубежья. Участники обсудили актуальные вопросы организационной и кадровой работы. Подробности знает Светлана Ларикова. Перенимать эффективные практики у других и делиться своим успешным опытом. Профсоюзные работники железнодорожных предприятий держат руку на пульсе и готовы обсуждать самые актуальные темы – изменения в законодательстве о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности, формы и методы повышения эффективной организационной и информационной работы. Здесь мы обменяемся тем опытом, который приобрели за последний год. Расскажем о каких-то новых инструментах, которые мы применяем в своей практике. Посмотрим на наши планы, на то, как их будем реализовывать. Ну и я думаю, что обязательно пообщаемся друг с другом. Это тоже важно, тем более, что долгое время, во время пандемии мы могли это сделать. Для Волгограда почетно принимать коллег из Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей в год 80-летия Сталинградской победы. И важное событие, которое положило начало победе в Великой Отечественной войне, и то, что люди приехали поклониться Мамаеву Кургану, всем тем, кто дал возможность им работать и жить. Поэтому мы рады гостям, будем показывать им наши достопримечательности. И я уверена, что каждый, уезжая, захочет вернуться в Волгоград вместе со своей семьей. Многие участники мероприятия уже посетили памятные места города-героя, ближе познакомились с его историческим наследием, оценили современные пространства и новые точки притяжения, созданные в Волгограде. Я рад приветствовать вас в нашем городе. Хочу, чтобы вы все увидели те позитивные и положительные изменения, которые коснулись города-героя за те годы, когда командой области руководит губернатор Волгоградской области, герой России Андрей Иванович Бочаров. Почетные гости мероприятия отметили высокую роль профсоюза железнодорожников и транспортных строителей в деле защиты социально-трудовых прав работников. В Волгоградской области ведется эффективное сотрудничество профсоюзов с органами власти на всех уровнях. Волгоградский профсоюз железнодорожников – реальная действующая сила в решении вопросов социальной и профессиональной защищенности железнодорожников региона. 2023 год Федерации независимых профсоюзов России объявлен годом укрепления и развития социального партнерства. Реальной подушкой безопасности для работника является взаимовыгодное социальное партнерство между профсоюзами, работодателями и властью. Это партнерство обеспечивает работоспособность организаций, сохраняет стабильность и здоровый климат в трудовых коллективах. Участники семинара совещания выразили уверенность, что им удастся подготовить конструктивные предложения для дальнейшего совершенствования деятельности по защите прав и интересов работников отрасли. Светлана Ларикова, Рубентальский, Время новостей. Афиша мероприятий на 9 мая. Чем опасны дикие белки и льготы для участников СВО? Далее в нашем эфире краткий обзор самых читаемых публикаций МТВ.онлайн. В регионе приняты законы, направленные на поддержку участников СВО. О новых льготах читайте на портале МТВ.онлайн. В Волгограде в честь Дня Победы пройдут авиагонки, ретро-матч и парад. На нашем сайте опубликована полная афиша мероприятий. В регионе началась акция «Георгиевская ленточка». Более 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Волгоградской области до 9 мая. Как стать участником, читайте на нашем сайте. Молодые специалисты пополняют кадровый состав медучреждений в малых городах России. Какую поддержку получают врачи по профильной федеральной программе, читайте на нашем сайте. А также заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области выросла в 2,5 раза. Волгоградских водителей начнут штрафовать за парковку возле водоемов. И чем может заразить дикая белка – советы врача на всякий случай. Об этом и не только читайте на портале mtv.online. Театральный коллектив школы номер 93 Советского района стал победителем регионального фестиваля детского творчества «Волшебная рампа». Мероприятие масштабное. В нем приняли участие юноши и девушки из почти 230 школ региона. Они представили на суд жюри больше 3,5 тысяч работ. Учащиеся 93-й школы презентовали постановку про Великую Отечественную войну. Как ребятам удается совмещать театр и подготовку к ЕГЭ, узнала Дарья Соловьева. Нет, ребят, я не гордый. Не загадывая удаль, так скажу. Зачем мне больно? Я согласен на медаль, на медаль и тоник спеху. Но закончили бы войну, вот бы в отпуск я приехал на родную страну. Жюри фестиваля высоко оценила сценарий постановки, артистизм, яркость художественных образов, эмоциональное воздействие на зрителя, учащихся из школы номер 93 и присудила им победу. Региональный фестиваль «Волшебная рампа» стал отличной возможностью для ребят со всей Волгоградской области показать свои творческие достижения коллегам и профессионалам. За месяц мы этот спектакль сделали. И он получился очень хороший. Мы его показали. Мы все показываем родителям, мы показываем детям в классе, желающим. И как-то удачно получилось. И мы послали свое видео на этот конкурс. Театральный кружок вдохновения действует в 93-й школе с 2008 года. С каждым годом творческим процессом интересуется все больше ребят. Приходят одни, к ним подтягиваются другие. Если посмотреть по афишам, было то 16 человек, то вот на афишах есть по 33 человека стояли. И взрослые, и дети занимаются любимым делом. Школьники с удовольствием втягиваются в процесс и помогают руководителю студии в создании спектаклей. Мы с ней как прослушиваем, сидим, что можно добавить, а что уж как не пойдет. Вот со стихами. Ну, кому лучше раздать это. Большая часть, она сама знает, кому лучше это сделать. Но, как некоторые, сам выбираю. Многие юноши и девушки, которые были восьмиклассниками и пришли заниматься искусством в эту студию, уже готовятся к выпускным экзаменам. Совмещать творчество с учебой в 11-м классе на пороге ЕГЭ нелегко. Но, по признанию ребят, подготовка к спектаклям очень увлекает. Они стараются успевать, а педагоги следить за тем, чтобы ученики не забрасывали уроки. Нам всем это доставляет огромное удовольствие, потому что здесь, правда, очень дружный коллектив. Елена Сергеевна так по-теплому, по-семейному это все делает. Самоучка-хореограф или внештатный хореограф, так Светлану Полицинскую называют в театральном кружке. Для нее и ее детей эта школа родная. По образованию Светлана инженер-химик, но совсем не творческое образование не помешало ей влиться в дружный коллектив и творить магию на сцене. Они меня попросили помочь с выпускными вальсами. А потом, когда уже развелось вот это тут направление театральное, пригласили меня как проконсультировать. И помочь немножко ребятам здесь с постановочками. Вот так меня сюда и привлекли, и затянули уже лет сколько? Восемь, наверное, мы здесь трудимся вдвоем с большим удовольствием. Наставники шутят. Постановки для ребят придумывают учитель и инженер-химик. В таком плодотворном творческом союзе они работают уже не первый год и создадут еще много спектаклей, которые завоюют сердца жюри еще не на одном конкурсе. Дарья Соловьева, Виктор Хиврин. Время новостей. И на этом пока все. Подробную ленту новостей можно увидеть на нашем сайте mtv.online. Полная коллекция видео представлена на Рутубе и на Дзене. Также подписывайтесь на нас в социальных сетях. На этом пока все. Хорошего дня и до встречи. Сегодня днем в Волгограде облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер южных направлений с порывами до 14 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 21 градуса. Субтитры создавал DimaTorzok